МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана Наргиза Рахимова отправлена в принудительный отпуск по причине угрозы ее безопасности. Об этом пишет Central Asian.org со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Также сообщается, что спецслужбы взяли под круглосуточную охрану ее дом. Между тем, сама Наргиза Рахимова удалила все свои аккаунты в социальных сетях. Журналисты со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах Узбекистана сообщают, что на данный момент узбекские силовики запустили процесс выявления людей, которые осудили ее и призвали к физической расправе над ней. По сообщениям Фергана Ньюз, в виртуальную приемную президента Мерзияева поступило от граждан несколько сотен обращений с требованием наказать Рахимову. Люди возмущаются тем, что директор АИМК назначил Рахимову на пост заместителя. Наблюдатели отмечают, что власть Узбекистана пытается выставить высокопоставленную чиновницу жертвы интернет-травли со стороны фейковых аккаунтов в социальных сетях за необдуманное действие. В то время как ее слова по сути являются лишь очередным проявлением истинного облика исламоненавистнического режима в Узбекистане, который десятилетиями преследует жителей за соблюдение даже самых основных постулатов их религий. В Санкт-Петербурге Московский окружной военный суд вынес приговор в отношении очередного трудового мигранта из Таджикистана. Амин Джона Ходжаева признали виновным по статье 205.3 УК РФ прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Напомним, что год назад ФСБ сообщило о предотвращении крупного теракта подрыва объекта транспортной инфраструктуры, но подтверждения этому не нашлось. С февраля 2018 года Амин Джон Ходжаев находился под стражей, до этого он занимался ремонтом квартир. Об этом в статье под названием «15 лет за мысли преступления» сообщает Фонтан Кару. Кроме того, в Новосибирске трудовой мигрант из Узбекистана приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в содействии терроризму и вербовку в ряды группировки «Исламское государство». Об этом 14 марта сообщило издание «Коммерсант». На судебном процессе Абдувахид Мирзабоев признал, что перевел одному из своих знакомых по его просьбе на киви-кошелек целых 133 рубля 84 копейки. По версии следствия, этим знакомым был некий Мухаммад, воевавший в группировке «Джамат-Ат-Таухид-Вальджихад». Напомним, что трудовые мигранты регулярно оказываются жертвами фабрикаций со стороны российских спецслужб, которые используют самую бесправную категорию людей для улучшения отчетности и оправдания невероятно раздутого бюджета, выделенного на борьбу с так называемым терроризмом. «Россия не первый раз сталкивается с варваровскими террористическими преступлениями». Адвокат задержанного 11 марта независимого правозащитника Серегжана Белаша, лидера объединения «Атажурт-Эриктилерии» Айман Умарова, рассказала журналистам радио «Азаттык» о давлении, оказываемом на ее подзащитного силовиками. Она говорит, что ее не сразу допустили к подзащитному, несмотря на поданное с соблюдением юридических процедур уведомление. Умарова считает, что Белаша заставляют воспользоваться услугами государственного адвоката с целью признания им своей вины. В настоящее время Серегжан Белаш находится под домашним арестом. Он обвиняется в разжигании межэтнической розни. 11 марта прокуратура Астаны заявила, что Белаш публично призывал к джихаду. Напомним, объединение «Атажурт-Эриктилерии», лидером которого является Серегжан Белаш, существует с 2017 года и известно тем, что активно поднимает проблему преследований и репрессий, которым в последние несколько лет подвергаются в Синьцзяне представители мусульманских народов, в том числе и казахского народа. По мнению эксперта Казахского бюро по правам человека Андрея Гришина, обвинение против Белаша сигнал всем, кто пытается привлечь внимание к этой проблеме. Возможно, это было сделано под давлением Китая или просто как демонстрация лояльности. Но ясно одно – решение принималось в спешном порядке, сказал Гришин в интервью ФИПИ. Эксперт международной организации Amnesty International Патрик Пун в интервью британской газете Telegraph выразил опасение, что казахстанское правительство действует с целью угодить Китаю. Перед Китаем и мы, как дружеский сосед, добрый друг, будем всячески поддерживать и помогать вашим начинам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова